господи иисусе христе сыне божий помилуй нас наши зрители на видеоканале видимо что пожилые сами не могут обращаться дети приехали и говорят мы смотрели но только на одну кнопку там нажимаем а в создате такую тему колесник у николая она не могу найти прошу откликнуть и вот уже 27 7 мы день подряд не пропуская каждое утро составляем за прошедший день читай вопросы пожелания 27 номер 27 вопросы пожелания события дня задавайте вопросы 7 января за 7 января за рождество вот я ввожу как бы эпиграф ко всему тому что совершается вокруг нас считай кругом измена трусость и обман вот научитесь эту фразу просто так навскидку увидеть что известная фраза последнего российского императора николая второго записано им в своем дневнике 2 марта 1917 года в день отречения от престола вот кругом измена представьте вчера был друг разделяли искренние беседы давид ходили в дом божий и вдруг ничего не было ничего не было значит там было что-то внутри и поступает как враг ищет соратников что-то против тебя сказать и то есть пакости то есть это внутри человека измена а почему и он и не показывается нигде трусость и обман и все было обманное и вот он император и какие были у него переживания трехсотлетия в тринадцатом году только отпраздновали дома романовых и друг от престола еще думали пользу алексея мальчишка на болящий еще гомофилия кажется болел он несвертываемость крови вот он в пользу брата михаил на один день но михаил вормия отошел а все равно потом пришли ночью забрали расстреляли в печь бросили сожгли наступил момент и валтазар был убит и они это написали потом на стене в ипачевской подвале ипачевском вот так так мне вопросы раньше передавали из контактов модераторы вот считай вопросы передаваемые мне из вконтакте одноклассников из других ресурсов администраторами и модераторами на наш форум а потом возвращаемые ответы к вопрошателям я вижу что стоит на нашем форуме и отвечаю они потом им перекидывают а теперь нужды в этом нет сами заходите на наш форум и дальше да где а где форум очень просто в яндекс или в google ну просто зарядите вот православный форум игнатия лапкина вот он и у вас больше ничего не надо а тут впереди новое сообщение вот на него надо нажать выйдите вы на первую страницу и там переход какой зарегистрируетесь это очень просто делается вот это вот дальше общий поиск выскочит рамочка в нее вставляете любое слово 1870 тем во всей полноте когда составляли форум а я видел как на других форумах ругаются там сквернословят и ну два слова и мне это не надо следить я не буду нужно сделать так чтобы люди приходили к застолью и вот такой форум удалось создать а ведь это уже не два дня форум открыт какой день двухтысячный 161 день вот как и у нас вообще вот за последние 2-3 месяца спора вообще нету каждый день заходит ну теперь минимум 300 человек 300 но слабенький такой как бы посещаемость она это постоянное вот позавчера там где-то было 600 зашло человек но тут уменьшается это поинтересовались потому что идут с благовестием визиточки раздают и вот сюда заходите на этот форум а на форум когда зайдете тут вы тогда увидите особенно с главной страницы вернуться надо было и там по темам разбито так ты закрыла ну-ка отходи вот они у меня тут лишь какая коварная глядит другую обе вот так вот сейчас мы начнем дальше говорить по теме так дальше объявление уже не первый год меня просят составить на каждый наш видеоролик хотя бы краткое но точное описание что на нем есть для облегчения поиска нужного ответа ну понимаете это правильное все но не не могу я это дальше отвечаю мне с этим не справиться даже при всем желании когда-то у меня книги выше 38 книг я одна серия книг называется открытым оком но только кавычки три точки и открытым оком это взято из книга чисел 4 там 15 30 томов каждый том 752 страницы и говорят вот вы отвечали на вопросы 4124 ну а где найти ну ка найти то первое 4 кажется дома мы я по тематике разбивал но надо не только на 4 чтобы сразу найти я отвечал когда меня не будет и кто-то займется как бог найдет тружеников но получилось так что пришлось самому заново 30 того проштудировать и тогда составить я говорю что кто-то сделать никто не стал то есть не книг аудио насчитан златоуз 12 того жития 12 книг архипелаг гулаг библия и прочее его здесь вот а 4124 и теперь я их разбил сам когда сколько лет просили не мог сделать но все-таки бог меня дожал 55 папок ну любую папку только нашел что тут канонизация вот коммунизм но канонизация интернет жития женщины ереси все кто-то от еврея его евреи интересная тема над нажал на нее вот пошли вопросы 176 вопросов каждый вопрос какой он номером и какой том вот что тут выделено вопрос 3289 19 том если протокол из сионских мудрецов фальшивка то почему же их так ненавидят евреи ну вот так а теперь на него только нажать и вот теперь ответ вот как ответ идет и обязательно в конце вот это будет выдержкой священного писания и стихотворения почти все время так и все места кто об этом когда что говорил и то есть это богатое богатое сокровище настолько богатое что такого в мировой сети нету чтобы отвечали согласно я отвечаю всегда по четырем позициям что об этом говорит святая библия что об этом говорят святые отцы как толкует что об этом говорят вселенские поместные соборы но в книге правил и что об этом говорят жития святых это 1173 биография жития то есть более полного ответа трудно найти и на каждый вопрос именно по этим параметрам я опять возвращаюсь на свое место и отвечаю не справиться кто-то соглашался и сейчас нашелся николай коля и он уже на три ролика составил 24 там 25 именно вот эти которые идут подробно на какой минуте вот так я их уже туда поставил посмотрите как он аккуратно сделал благодарение богу ну и дальше теперь я говорю тем которые на меня допустим нападает и что у меня созрела в голове давно и хотелось бы им сказать это книга его 10 главам 2 стих доколе будете мучить душем и терзать мне речами вот так книга его считается древнейшая книга библии примерно как бытие 3600 лет назад написано было вот еще и закона моисеева не знали и вот он разговаривает своими друзьями он выдержал когда бог отнял в один день у него 10 детей всех убил сразу сатана бог допустил это ужас говорю да где твой бог да кому ты нужен дальше жена восстала имение в самый богатый был все развеял бог ничего нету и он на гноище сидит покрытый проказа от подошва ноги до темени головы и три друга пришли и начали его говорит дамал еще бог наказал кое-какие грехи он тебе не припомнил и он не выдержал и начал роптать как страшно это когда это испытание страшнее чем того кто или парализованный лежит там или что-то любой болезнь возьми поношение страшнее златоуз говорит и вот на меня все время не нападать но я понимаю это от бога я благодарю бога загонители моих я отвечаю ими словами его вот уже раз десять вы срамили меня и не стыдитесь стеснить меня если я действительно погрешил то погрешность моя при мне остается братьев моих он удалил от меня и знающий меня чуждается меня покинули меня близкие мои знакомые мои забыли меня зачем и вы преследуете меня как бог и плоти мои не можете насытиться вам надлежало бы сказать зачем мы преследуем его как будто корень зла найдет как будто корень зла а вот кому подчиняетесь кто вас епископ а кто у вас кто епископ то первое время когда здесь была образована от зарубежной церкви то вообще не было епископа сколько лет не было пока они не поставили как напрямую митрополиту и все а кто-нибудь думал такое что они сделаются такие наемники предателя разрушителя и церковь все буквально растерзали на 13 как называется разных юрисдикций на вообразить даже нельзя весь путь героический скорбный путь зарубежной церкви они разрушили это последние которые пришли все закончилось на митрополите виталий которого у меня есть грамота на проповедь я с ним был обедал в нью-йорке и прочее то а эти эти все которые сейчас идут они подпадают под иоанна евангелие 10 главе 12 стих видят наемник волка и бежит кто волки кого бросили не снасть спроса с них но вас убросил армия кто виноваты раскольники ну кто топор или щурка виноваты вы же это ударили жалец глинища сталина сергянская церковь а теперь как кто правитель к нему идете то путин там кто больше всего постарался одновременно одним махом 360 точек своих по всему миру путин такой победы ни один кгбшник никто не идеал это мудрый человек в своем роде и дальше убойтесь меча ибо меч есть отомститель неправды и знаете что есть я и всем говорю мне это не во вред что с вами будет дальше и вот дальше какое какие поступили сведения поздравления многие я не стал брать они стандартно желаем желаемое александр лобачев мир вам читаю утром 19 главу от луки и место где христос прогоняет всех торгующих храме возле него и пришла такая мысль откуда произошли записки и как это было на самом деле с благодарностью александр вот какие записки именно которые подают на вспоминание ну как-то привыкли так и где-то за здравие и это за упокой откуда произошло ничего там и христос не оставлял это на священник никого не знает записки это хорошо если только об этом речь идет дальше юрий соболев благовестие проповедь всей твари и так далее как только христианство успокаивается замирает она начинает умирать движение проповедь легкость бремени ничего особо не брать иконостас облачение мощи прочее все указывает на движение как только замолкает человек он умирает для окружающих кавычках как как их так и христианин умирает если он неподвижен иначе когда его язык днем и он не свидетельствует мир вам игнатий тихоныч сегодня одна мысль проблеском было как догадка скобка как впрочем всякая настоящая мысль и может быть таковой то есть не мы вымоченной продолжение вчерашнего рассуждения о движении благовестия как основе христиан христианства движение есть основной признак жизни движение есть жизнь аристотель и не важно чего мысли ноги молитвы и так далее а жизнь есть там где есть рождение а духовная жизнь там где есть духовное рождение вот это все монахи отняли за стены и убили вот почему я говорю вина монахов не не поддается даже описание на их совести секты на их совести фашизм коммунизм мусульман сто два миллиарда почему если проповедовали там обстановка друг гибель россии все на совести монахов которые заперли людей и нижние монашинство нужно для чего готовить проповедника по всему миру как орлов рассылать это все движение нет и у них больные профессиональная болезнь священства ноги больные у всех которые болеют а почему считайте столбника симеона на месте стоит движение то нет и поэтому закупорка вены пор на одном месте стоит все служат литургии литургии да кому нужна ваша литургия это придумали что если другие даже ни одного человека нет а один священник стоит править не причащается никому ничего нету из-за кощегара уже все рассыпалось и продолжает продолжает служить почему вот так научен если тургии нету мир закончится то есть даже откуда что берется это благовестия нету жизнь закончилась вот это действительно так дальше так не может так не может ли быть что всякое стремление и подвижности свидетельствует о мертвенности и случайно же домоседов диванщиков называют овощами об этом говорит и евангелие ведь христос не проводит разницы между живыми и мертвыми мертвецами матфея 8 21 22 а чтобы жить христос говорит иди за мной вот для буддизма стремление к неподвижности естественно ибо их цель нирвана санскрита угасание небытие поэтому обилие монастырей монахов и длительных медитаций молчальничества не просто естественный ландшафт учения а неизбежность и главное его средство вот это все монашество переняла как будто от буддизма это буддисты под окраской буддистские монахи под окрасом православия и всех наслоений какие были ничего там евангельского этого нету запечатать самый то в монастыре тошли самые сильные смело от всего отрежься угробили все можем миллионы талантов зарыты и суд божий будет когда-то и поэтому пустили все без а теперь только одно ах и ох и канонизирует но христианстве то наличие всего этого в таком же почти виде о чем говорит по скрипту первое смотрел ваш новый ролик даже не верится что слова отца сергия обращенные к александру варьясову действительно принадлежат батюшке вот так то есть ненависть такая там сатанизм лапкина вы этому же православному вы там то столько слов вот этих вот и даже не верится ну это только может говорить человек полностью одержимые злобы они не могут успокоиться вот я впереди сказал как будто бы мне корень зла найден успокойтесь я совершенно для вас не по зубам почему моя в ответом ничего на ваши выпады не просто говорю остановитесь пока не поздно россия стоит перед полным крахом развалом всеобщей войной они ничего не видят вами до меня будет вы пойдете все туда куда ушли ваши товарищи в бутово вы первые будете выжжены второе рад был услышать процитированные вами близкие мне известные слова паскаля паскаля к слову вас ними объединяет одно важное событие моментальное обращение рождение свыше известный как в кавычках меморандум паскаля 23 24 ноября 1654 года а 10 с половиной часов вечера до половины первого ночи я говорю у меня обращение было 1962 год в латвии венску с карла розенберга 18 4 17 00 и в этот день я уже на корабль возвращался работал учился выше мореходки и уже корабль весь знал к утру весь караван кораблей знала я сошел с ума а была биография не биография дают характеристику училище я все это поместил книги до сова божия нетусь мгновенно изменилось все то есть у меня такое обращение я отвечаю на это вот обучили все это уж и беста дергает их падшие люди смех и грех такую ересь пишут просто ужас а у вас только все в гору идет по просмотрам опять позиции восстановили в среднем даже больше стало собака лает а караван идет это не к юре принадлежит это какой-то там под разными именами идут я отвечаю столом 112 16 пройдет над ним ветер и нет его вот эти все которые нападают узнает его и сайт 10 25 еще немного очень немного и пройдет мое негодование и ярость мы обратиться на истребление это бог говорит так захария 10 11 и пройдет бедствие по морю и поразит волны морские и иссякнут все глубины реки 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 и смирится гордость ассура и скипетр отнимется у египта все ничего этого не будет и не вспомнится чтобы нападали останется только горько горько сожаление куда вы силы потратили сергей игнатов с рождеством христовым храни тебя бог игнатий тихонович за многолетнюю проповедь священного писания за смелый анализ событий в нашей общественной и церковной жизни во свете библии ты от бога как апостол нашего времени и никакая клевета мнимых праведников кавычках не отлучит нас от уважения к тебе и достойных прихожанин святотихоновского прихода украинской православной церкви московского патриархата игнатов сергей 6 число января 2 и дальше говорит спаси христос не может говорить человек так как говорит игнатий лапкин если он не от бога молитесь за него православные чтобы те которые будучи нынешними предосвященниками книжниками не предали его смерти как свое время они поступили с господом иисусом христом и его апостолами то есть всякую всякую пакость вот говорят я приду на собрание я им там другое вчера звонит такой один я уже у ворот ваших стою открывать даже высказать нельзя да на это какое можно сказать что я говоря кто вас звал или кто разрешил я знаю что ничего нет я хочу у вас быть агро у нас есть собор покровский идите туда зачем вам к нам идти тем более не расположены и вот что я получил из министерства иностранных дел о моей поездке в игил вот это я составил написал там это ответ который то есть никакого уже нет ни остановки ничего нету вот а кому вы принадлежите богу принадлежим и богу вот здесь были вначале первые были община турской зарубежной церкви они сколько лет были вообще не было потом был лазарь епископ поставленных потом перекинули вениамин был вот это на одном месте ставим вот так чтобы в другую резекцию переги перекидывать указанием сверху такого не было в мировой истории никогда то есть нас бросил как бросил ему испугался волка тот бросил как предатель и как отступник как трусливый человек а мы стоим на месте а куда не надо никого господь определил что мы достигли того уровня когда они не нужны впереди а почему они могут только наказывать теперь никакой власти над нами не имела не имеет ни патриарх и не тех которые за рубежом были то есть свободное плавание теперь только нужно за собой следить чтобы никуда не отойти а мы признаем тех и других любой день примем помолимся причастимся они не понимают тут нужно записать это народ и понятия не имеет идет какой епископ или кто вообще дальше елена андрющенко для сергей игнатов с рождеством вот сергей здоровья и мира душевного остальное само пройдет придет придет среда от кого алексей калашников ну вот как он здравствуйте гнати тихоныч хотел бы задать вам несколько вопросов первое купил библию синодальный перевод в русской православной церкви можно изучать учение христа по ней нет ли там искажения нет искажения синодальный перевод самый лучший добротно сделаны четыре духовные академии переводили два переводчика уже канонизировано макаре глухарев архимандрит на алтай трудился и дроздов метрополит филарет второе можно ли заказывать ваши книги бумажным можно читать в электронном виде для меня мучительно как-то фундаментальные книги хочется в руках держать восприятие информации совсем по-другому идет более снова можно можно я вышлю на меня в mail.ru выходите сбрасывайте я дам данные сколько чего стоит но первой книги стихов уже нету нету и симфония на жития заканчивается то есть некоторые книги уже первый том уже почти закончился ну то есть экземпляров то тысячи было потом второе издание три тысячи издал это все концу подходит третье можно ли не ходить в русскую православную церковь и не совершать таинство исповедь причастия так далее когда душа к ней не лежит видя тот бардак что в ней творится и ввиду абсолютного недоверия и отвращения к священству рпц но вот тут вы во мне не найдете уже помощника обязательно ходить не смотреть на недостатки найди где-то уголок встань никого нет и молись и не пропускай ни одного богослужения то есть суббота воскресенье обязательно ходите обязательно исповедуйтесь обязательно прищищайтесь ну русских было принято четыре раза в год часто не надо прищищаться потому что надо тщательно подготавливаться чтобы не заболеть и не умереть чистоты уже в рпц я не вижу к сожалению когда-то очень хотел идти в монастырь полностью посвятить свою жизнь богу но теперь что-то не тянет в рассаднике греха и лицемерия устал от той грязи в рпц которая периодически вскрывается благодаря сми и из других источников да и у самого глаза есть уж лучше дома богу молиться в одиночестве без посредников без рпц с уважением алексей не так алёша ходи в храм не надо смотреть это тоже не от бога а я буду один лучше чем ты лучше то здесь ангелы поют златоуз говорит здесь небо на земле как говорится литургия это кусочек неба такое выражение даже есть ходить и обязательно на что не надо смотреть но если говорим о недостатках то только с той целью чтобы исправить исправить понимать где не замазывать за тут губкой гной не размазывать я отвечаю первый ответ на вопрос можно синдальный перевод наилучший из всех второй вопрос тоже можно проходить 3 ходить нужно несмотря ни на что в церкви благодать и таинство мне церкви не спасение ищи и обрящешь игла на все мои стихи то есть на все проповеди стихах на нашем видеоканале во свете библии открытым оком точно по такими же стихами есть и полный их текст с прекрасными эпиграфами святой библии вот так меня одна пишет то это это я написал что тех стихов в моем мире невозможно поэтому отсылаю на наш youtube джордж кристалл вам уже за но вы так энергичен вы как и прежде на передовой я желаю здравия отличного и силы в день рождения основной пусть я кое-что маленько подправил и пусть для кого-то дальше увлечение и на диване пусть другой лежит вы выполнив христово поручение пред ним склонились он благословит вот так мы с уважением валерий молдова александр шереметьев с рождеством и новым годом дальше а теперь что-то выдал он мне с архиепископом пивового виктор пивоваром вот это вот есть там я вчера прослушал толкование откровение на никакое не толкование просто выдумка особенно восьмой из числа семи вон там и горбачева не когда-то восьмой то есть из числа семи мировых правителей это сатана в который в каждом из них был ну так никудышно совсем говорил много хорошего но толкование никудышно татьяна игнатий тихоныч добрый вечер я каждый вечер слушаю ваши ролики спасибо большое за ссылки которые вы мне выслали стараюсь просматривать но материала очень много времени к сожалению не хватает но смотрю с удовольствием спасибо за пищу духовную вы нам столько много рассказывать и показывать и своим примером какая должна быть любовь богу и заставляете задумываться нас я благодарю бога что встретилась с вами дай бог вам здоровья слава богу и иисусу христу аминь александр марьясов и натий тихоныч вас и братьев с рождеством христовым пожелание всем вам спасения во христе игнатий тихоныч а что с роликом собрания за прошедшее воскресенье незадача спаси христос я сказал что по порядку что было перед этим я выставляю подхожу и вот вышло еще занятия воскресенье ну но много вчера только рождественских восемь роликов было там и ну все и в церкви читали какие проповеди трапеза 8 я их уже сегодня выставил по порядку идет так что ничего тут не было александр лобачев с рождеством христовым вас сердечно поздравляю пусть господь утвердит сердца ваши в любви божией в терпении христовым аминь игнатий тихоныч передать игорь дубунова что более уповал на христа они на московской патриархии я не понимаю в чем он так понял это игорь не уповаясь на московскую патриархию нет виду третьякова игоря очень хорошо сказал отец иаким в своем глазу бревен не видим и так далее а я думаю так а что будет по поводу слияния вас патриархии примите как волю божию и стойте в истине да хранит вас все христос любовь мы молимся об этом и господь дает понять нам что там смерть смерть для нас мы знаем патриархию не понаслышке каждый нападает от все патриархийные угрозы матерки то есть полное безумие все мы рядом мы не отрицаем благодать и и трудимся вместе соединяться никогда не может это полное разложение сразу сразу священники но они понимают от мы были в парке никогда вы что у вас на вашу общину никто не потянет то есть они понимают даже наш архиерей приезжал и я как в подвешенном состоянии какие вопросы люди задают как относятся александр лобачев записки которые подаем церкви на литургии о здравии и о попокоении они же все платные вот о чем он там спрашивал то что за записки так о чем ну вот не надо это деньги не давать у нас тоже записки есть но записки трех родов вот в церкви только два здравия упокоения а у нас отдельно самое большое это об обращении а здравия упокоения только тех которых знают что они во христе а об обращении любого можешь записывать пока он живой александр андрусенко дорогой игнатий тихонович поздравляю вас с рождеством спасителя христа бога нашего и от всего сердца желаю вам спасения и всяческих земных благ благодарю за бога за встречу с вами с любовью во христе александр андрусенко видите как вот тоже был нынешний на крещение принял остался верен да отвечаю радостно приветствую вас с фатине и женой и всеми истинными чадами света христос наш спаситель родился умер и воскрес для нашего оправдания благодарю всегда господом бога моего за встречу с вами и вашу верность в дружбе то есть не так что некоторые было тот раз поднялся и против пошел мгновенно как то его туда перекинул такие были прекрасные беседы ролики теперь ролики это вырвать надо умопомешанный народ стал это все в самой системе сталинско-беревской сергианской патриархии это система система непрерывной лжи предательства измены кругом измена это первую очередь патриархии касается артем рублевский игнатий тихоныч посмотрел видео прекрасные ответы укрепляй вас господь игла радостно приветствую вас со всеми истинными чадами света христос наш спаситель уродился умер и воскрес для нашего оправдания я не говорю да не хочу чтоб ставили там ума я такой вроде не грамотно я отвечаю вы говорите хорошо и пишите хорошо взрыв и талант рим потребует отчета не стесняйтесь бог вам в помощь дорогой брат саша дрондин спасибо с рождеством христовым да поддержит господь руки ваши в огромном труде ваш это я ему писал владимир галендухин мир вам игнатий тихоныч поздравляю вас с рождеством христовым желаю мира помощи божьей в делах ваших крепости духовной и телесной храни вас господь и дальше юрий соболев посмотрела ролик собрание общины батюшка иаким истинно благодатный его спокойная и мудрая позиция сейчас и есть та духовная скрепа который может сохранить общину храни христос борис к коре доброго здоровья игнати с праздником рождества христова давно наблюдая за ростом твои общины есть общие знакомые устиновый хотел поинтересоваться твоим мнением как быть если в общине кавычка затесался оптовый поставщик наркотик вот это да можно ли вынести на обсуждение в общину в приход какое послушание ему уместно понятно что он должен покаяться но как ведь вред от наркотика распространяется на весь народ и всю страну люди должны быть непримиримы к этому явлению мой ответ ответ отлучать и при несправимости изгонять все ничего не делать дальше нельзя и вот нужно не нужно вот 18 минут назад алексей каранов возненавидел церковь лукавнующих и с нечестивыми не сяду это так за то что мы не соединяемся с московской патриархии там смерть стоит для нас смерти туда толкать нас еще радио хорошо толкать нам запрещено даже звать к себе слон 25 5 это церковь лукавнующих в настоящее время хитровными происками врага человеческого рода небезуспешно стремится подменить собою и совсем заменить для верующих истинную церковь подлинную церковь христово это церковь патриархии вообще из-за церковь не считает огромная секта греха зла как клака какая-то пишут мне об этом страшно то когда мы сознательно отступаем от истины сознательно становимся на пути лжи и строим всю свою жизнь всю свою деятельность на ложном основании попирая христову истину от епископоверки тауша в том 1 странице 50 истинно так это все они писали о московской патриархии даже брать не знаю еще на 6 часов старшая сестра на дне дома видно у больной и дает знать но я не открываю что все у нас хорошо так вступила на пути лжи учрежденные в ссср безбожными коммунистами советская патриархия учрежденные коммунистами сталиным и берем патриархии это это вообще провозглашая ложь будто богоборческая большевистская власть от бога хотя святой апостол павел на слова которого она лживо ссыла они ага церковь она лживо с ясно говорит что носитель законной власти есть божий слуга поощряющий добро и наказывающий за зло римлянам 1334 они безбожник поступающий наоборот как это мы видим у большевиков власть которых это патриархия лживо восхваляет и пропагандирует на весь мир пытаясь ввести это все этим все человечество в заблуждение этим занимает а для чего патриархию сталина сберия создали развозить заразу коммунизма по всему миру другой задачи не было чего вдруг ради сорок третьем году четвертого сентября семанские будущее строгород строгородский николай ярушевич митрополит были вызваны и дальше им льготы все из кремлевской столовой питаться мы автомобили и проще дано не пикте архиписка поверки церковь у нас на родине про обращена богоборческой властью и сделать страшно сказать ее послушным орудием а другие православные церкви почти все находятся в больше или меньше от нее зависимости или под ее давлением и влиянием вот так то есть они это гонят чтобы мы соединились с ними да сохрани бог мы видим это как притязание самого дьявола на свободу которую бог дал мы молились и бог дал нам свободу сейчас ничего не отрицая мы ничего не раскалывали стоим на месте это они над нами оперируют под ночью ничего нету самая правильная позиция была занята митрополитом сергием который сейчас здесь иванников в алтае приезжают служат вместе у нас добрые хорошие отношения таких у нас отношений не было никогда раньше но на него сейчас напали вот эти вот как их назвать даже не за я называю их кодла патриархийная и смотрят что митрополит да он нарушает все правила и какому-то они миссионерскому отделу тувинскому или где-то миссионерскому какие отделы могут быть ты идеи проповеду это обязательно отдел какую-то должность там надо занять да зачем тебе это нужно сдрог не маленько тебе бог дал свободу совести а тебе обязательно что кто-то тебя крышевал там какой-то епископ ну и тебе теперь будет давить тебя нас бог освободил от всего мы никого не отрицали ничего дальше значительные части свои отвергли русские люди и более тонкий соблазн легализации в кавычках церкви богоборческой советской властью и противоестественный союз с нею приведший к созданию советской патриархии которая сделалась послушным орудием коммунизма для распространения его владычества во всем мире он тоже самое говорит и в этом православный русский народ вполне естественно усмотрел отступление от веры отцов и создал так называемую катакомбную церковь от нас все время считали мы катакомбники и проще так называлась свободная церковь а верки том 1 слова и речи страница 188 это не мы говорим а они к нему сейчас патриархии приглядываются откровение святителя святого иоанна богослова ясно говорит нам что во времена антихриста вся истинная церковь бежит скрывшись от его преследований а жена убежала пустыню где приготовлено было для нее место от бога чтобы питали ее там 1260 дней 12 6 откровения под этой таинственной женой как известно святые отцы поднимали церковь и не наступает ли уже это время по крайней мере там на нашей несчастной родине давно уже давали чтоб слышно было давно уже образовалась так называемая катакомбная церковь из лиц не желавших запятнать свою совесть услужение богобоческой советской власти а патриархии она по-другому не может быть все сто процентов архиерея вставленники как через отдел по религиозным культом а это седьмой вселенский собор третье правило делает их совершенно недействительными то есть одна фикция мишура ничего нету быть может приближается время когда и всем нам желающим сохранить неизменную верность христу спасителю и его истинной церкви придется уйти в катакомбы мы это знаем во всяком случае все те кто не желает преклонить колено перед современным кавыч хвалом должны быть к этому готовы архиепископа и верки таушев там первая речь калимаев игнатий тихоныч рождественское интервью патриарха кирилла ну вот она к идее дальше похоже что он не читал ваше письмо или уже у него другое мнение и понимание каким он был таким он и остается что митрополитом что патриархом про войну отвечая также как и тогда когда вы разбирали его ответы на вопросы печально и как-то тоскливо на сердце таких интервью как он далек от христа а ведь за ним многие идут и верят ему чиновник и политик в рясе клобуке елена ефимова с праздником вас игнатий тихоныч благодарю за ваши молитвы в тот же день когда я звонила вам 5 января вечером были уже дома в общем все хорошо пока еще раз сердечно благодарю христа интересного обедаем у нас в лагере за столом и в это время от нее звонок и она говорит раскрыли крышу крыша там проходилась дождь помолитесь чтоб дождя не было я говорю так не стали обедать сразу стали на молитву проходит сколько-то времени там до вечера и она говорит крышу покрыли бог разведрил как сделал простое место здесь а в городе шел дождь и пока не закончили крышу крыть какая ваша молитва да мы еще знаем молитва ничего не значит она просто открывает двери благодати божией да мы встали да мы помолились да мы верующие но молитва ничего не может сделать только благодать божия благодать христова даже мы что сделаем не я впрочем но благодать божия александр марьясов мир вам игнатий тихоныч сегодня звонил виктор андреевич из барнаула поговорили и поразительно то что у нас потеряевки был небольшой разговор но дивны дела твои господи но оставил свое действие на всю жизнь я когда ухожу из дома и выйдя за ограду благословляю его крестным знаменем и в этот момент всегда произношу слова помяни господи работа его виктора в царстве твоем и когда возвращаюсь домой это меня первым встречает мой пес космос и в этот момент я опять вспоминаю перед господом другого знакомого мне человека вот так господь устраивает в нас то что благодаря некоторым объединяющим словам или действиям мы видим первообраз знакомого и нам человека а виктор андреевич тоже вспоминает меня это не вопрос просто захотелось в этот замечательный день рождества христова поделиться хорошим спасти христос елена моза смотрела несколько видео по укладу очень похожи на старообрядца это наши уже рождественские вы православные откуда у вас такой уклад в особенности в подкладывании платков складывание рук благодарение спасти христос откуда так и было мы ничего не придумали посмотрите изображение поленова сурикова поэтов репина мы ничего не брали но не делали нового просто взяли то что забыли ну красиво да красиво красиво нам приезжали тут американцы их привезли из библейского общества почему-то мы им понравилось какие у вас женщины красивые это не женщина то платки красивые но между прочим я делал занятия в пяти университетах и вот пришел к техническому университете ректор и всегнеев и он вышел а что за лица у ваших людей я говорят что так они буквально светятся сидят полный зал людей когда в ауде вел в актовом зале человек по 700 было на занятиях а потом меньше стало мы перешли в аудиторию ну вот лариса значит какая-то сеньку первый раз мира и добра вот коля николай смотри как делать вопросы вопросы пожелания событий не задавайте вопросы какая минута о чем мы говорим вот посмотрите все и он уже ролика три или четыре так сделал то но и вы тоже примите другие подойдите там нет объяснений сами видите что пояснения нету и начинайте делать и мне присылайте николай а особая благодарность благодарю бога вот теперь немножко что пришло к нам олесь прокопук здравствуйте подар Игнатий и здравствуйте всегда ну что означает спадар или господин и господар так господин я так понимаю благодарю вас за включение меня грешного в свой список там модераторы администраторы в контакте я вам писал давно у вас в контакте с большим уважением почтением и небольшим но искренним не во всем согласием александр из менска ну не знаешь не согласен я фейсбук это мне больше всего не понравилось как чтобы узнать номер нет а вот в первый день у меня друзей столько там то всем пять тысяч а вот это кто из ваших друзей четырех ну ясно дело больше зайти нельзя я махнул рукой вижу что только деньги ищет продолжение шановный то есть уважаемый Игнатий шановная тоже не знаю что это такое уважаемый а уважаемый ага я уже не первый год с радостью смотрю ваш канал о свете библии писал вам его вконтакте не знаю прошли вы ли вы мои послания но в первую очередь хочу поздравляя с одним из главных праздников христиан рождеством пожелать вам рождественского молодого и задорного здоровья вот так ну видите как хорошо теперь дальше мы продолжаем из прошлого были алла кольчевская город москва эти в брюках пострижена сразу делая замечание этого не надо делать вот спасибо господи спасибо господи паша шармай город москва спасибо большое аня жбековская город донецк украина здравствуйте добавьте меня друзья пожалуйста мне интересное обновление вашей странице вчера был концерт светланы копыловой барнаули как известно а что там было ага вы вы на него не ходили на концерт копыловой хотя вам и предлагали заранее купить билет а понятно что я не пошел на концерт мне хотели купить билет я отвечаю а копыловой стеклане с ее творчеством и фильмами с ее участием еще раньше я знаком кое-что переписал себе и другим давал но что не дальше тем глуши становлюсь становился ее личный голос и не говорю про голос евангельский его у нее он даже не прорезывался никогда такой никогда такой и она наглоха нерожденная свыше а обыкновенная бесплатка мирская прихожанка патриархийной закваски прокрашенная подумал уж не батюшки ли разлюбезные охотники за такими певцами обуздали и пашут уже на лично своей прихожанке такое уже было не раз как с толкуновой валентиной по монастыря пошла да и сгинула в одночасье тоже с бечевской жанны загрузили патриотическими песенками мы все равно поднимемся с колен кавычках и казачьими боевыми а христе по евангелию нет ни слова так и светлана с ленточкой на голове все пытается реанимировать мертвецов выжать у них снесложившиеся под христианство биографии выжать слезу душесчипательными строками своих придуманных надуманных песенок вот и у светланы и она этого не скрывает появился духовник да не простой а с целой гирляндой званий и должностей в скобках его биографии приведу чуть пониже чтобы убедиться в том что я тут ничего не придумываю посмотрите тут же рядом тему о пении о христе о его голгофской жертве сравните тематику и ее направленности перспективу у светланы нет ничего чисто евангельского с выходом на благовестие да и не может его быть ученик не выше учителя своего понятно под прочитает она это она мне уже не друг для сравнения через google найдите пение юрия богачева и виктора клеменко и других кто пришел в вере и находится не у православных юрий заслуженный артист ссср спившийся был его биографию тоже не трудно там прочесть а виктор казачий певец за границей и вот теперь они тоже едут прославляют их за христа но у них было настоящее обращение полный перемена жизни сравнивать со светланиным репертуаром не приходится это совершенно разная тематика и цель пения если вы хотите понять что я хочу сказать то православных аналог легко сегодня найти описание того как люди приходят в церковь в храм кем они были и как сделались окормляемыми воцерковленными настоящими прихожанами слова окормляемые воцерковленные безбожные слова это все подмена слова рождения свыше я их называю поганые гнусные слова и прочтите как обратился к богу бойко николай еврофеевич азаров михаил и георгий винц храпов николай и другие это все не православные просто для сравнения очень даже полезно знакомиться и чтобы я там делал на этом концерте чему бы научиться светлана уже привыкла что к ней обращаются с вопросами и она что-то отвечает что же она может отвечать на светлана капуло одна из самых известных исполнителей авторской песни в наше время ее называют первооткрывателем жанра кавычках песни притчи которые пробуждают сердца слушателей и помогают задуматься о смысле жизни и предназначении человека ее песни близки и понятны каждому и многие узнают в них самих себя но главное чему не учат эта вера ведь только вера в бога дает ответы на духовные вопросы которые ставит перед нами жизнь творчество исполнительницы проникает в душу слушателя свежим дуновением отрезвляющим побуждающим добру и состраданию позволяет смотреть на себя и на свою жизнь с иной стороны на протяжении трех часов столько длится ее выступление с перерывом вы забываете времени и уходите с концерта с обновленной душой и желанием стать лучше дальше лично ее сайт я скажу да действительно интересно есть такие вот там кисточка когда она поет или два больных где лежали там есть такие но человека это не приводит к священнику свыше обо мне она и цели такой даже не ставит она просто не знает этого освещение титул все то другое как вот тихон шевкунов святые не святые хорошая книжка интересно миллион экземпляров но ни одного человека она не может привести ко христу он задумался зачем но дальше в русле гнилого то что они называют сегодня спасительным православием никуда совершенно он смотри что делает покажи-ка далеко и куда везде проверяет мышей какие у меня кошки хорошего она пошла пошла и она все равно оттуда мышку выгнала бы нету дальше идем личный сайт любую песню вот все концерт состоится в барнауле тут закончила на какое училище вот и кто у нее протерея артемия владимиров рукоположен в 27 лет вопреки каноническим правилам русско-православная научная сфера гомилетика православное богословие место работы стятотихоновский университет военная академия имени петра великого ученое звание профессор альма-матер тут московской духовной семинарии известен как литератор богослов деятель публицист писатель я посмотрел где-то что говорит и почему звание кому она обратилась родился когда там то вот его я показываю это на нашем форуме вопрос задали посмотрите сколько надо было все это выбрать оттуда и дать самому протеерей отдела региозного образования катехизации тут что дальше вопрос был артем черкасов город рязань вопрос у вас очень интересное видео помоги вам боже чтоб все у вас получилось к вам добавлюсь друзьям это очень ценно и для меня большая честь так я пришел ему отвечаю мой отец тихон дмитриевич и природный рязанский оттуда переселились на алтай ныне мамонтовский район поселок потеряевка областной рязанский библиотеке находится все мои 38 книг можете при желании знакомиться и потом снова встретимся за моими книгами православные священники гоняется огол тела безбожное люто стремятся стремятся их уничтожить вывод из библиотеки по всякой ложе что они нужны в семинаре это другое просто невозможно вчера только одна женщина издалека звонит вот мне нужен игнатий тихонович я отвечаю это вы а голос то какой-то молодой но я для бога голос посвятил 50 книг ауди на нашем сайте считаю господь старческий тембр мне так и не дал вот вот что пишут о поведении священника в прессе влад холт попы настойчиво тупо присваивать себе только не прививают прививают себе только ненависть и презрение да и чем больше не усердствует тем сильнее растет неприязнь и в самом деле как еще относиться к профессиональным поберушкам демагогам и извращенцам не интеллекта не совести не культуры только пафосная нахрапистость и непомерная она абсолютно точно скоро начнут на заборах писать слава рпц и когда только сгинет эта нечисть гнуснее шайки нет на свете вот отношения разве трудно было достановиться и прислушаться к таким как невзоров александр гребов это я говорю что говорят те кто завтра может начать снова сбрасывать священников с колоколью тут бы к самым недоброжелателям послов послать и узнать о своих болезнях пока что неизлечимых так теперь о вячеславе этом спрашивают отроки я отвечаю никаких пророчеств новых не было у этого отрока о чипах и паспортах все сказал о священном начале патриархии я отношусь как правильному что сказал о священном начале патриархии и это верно и к тому бы прислушаться надо всем все вячеславе надуманное и искусственное что интересно патриархия совершенно против его канонизации а а почему потому что идея сияние от них их синедриона исходит только поэтому любая канонизация есть не верит слову божию и есть потеря страха любая канонизация любая смотри что делает голубей ищет вид как заглядывает но они закрыты там видишь как у меня все устроено сейчас кошек надо будет выносить прятать а голубей выпускать на прогулку два дикаря уже вот-вот выведут дальше 1 коринфянам 4 5 почему нельзя канонизацию делать повторяю нельзя посему не судите никак прежде времени пока не придет господь которые осветятся крытые во мраке и обнаружить сердечное намерение и тогда каждому будет похвала от бога тогда тогда канонизация будет живите по евангелию несите святую библию в народ молитесь и благовествуйте о христе заботьтесь о рождении свыше переходе от смерти в жизнь и чтобы быть вадимом духом святым быть божественной тематике так что то лиги бугаев снизу мир снизу мир вам не знаю как правильно обращаться я старообрядец единоверец из санкт-петербурга с интересом посмотрел фильм о потеряевке возник вопрос как потеряевки относятся к пермакультуре задание блага заранее благодарю раб божий стиль я не буду сейчас считать вот смотри я ему ответ даю вот смотрите что-то пермакультура означает вот какой ответ это только вот один вопрос и какой ответ дальше священник игорь тарасов с города коломны пишет игнатию игнатию радоваться о господи видел этот ролик еще в марте хотел бы обсудить в разговоре можно в скайпе скайпе то есть о нем я говорил а пока послушай рассуждение кавказских монахов посему мы разделяем и поддерживаем мнение священного синуда украинской православной церкви выраженное послание 3 июня 1998 года о том что кавычках процесс отпадения от бога и благодати его ныне тайно совершается в глубине человеческих сердец и индивидуальный идентификационный номер при выше памятных условиях может стать печатью антихриста доктор антонио мини гетти современные паспорта заменит индивидуальный номер на основе которого и будет осуществляться контроль изменение номер отразится на всем основном существование его носителя определяя как жизнь так и смерть мы столкнемся с манипулированием манипулированием информации даже человека известного определенном кругу но не оказавшегося в государственном компьютере ожидает автоматическое устранение списка живущих о чем тут священник игорь тарасов ну где он откуда но видимо я ему отвечаю отец игорь миром присланные вами материалы мне очень хорошо известны и я них уже ответил вот здесь на нашем форуме тут нет вируса можете свободно заходить признаки пришествия антихриста мое понимание выражено ясно и четко что все эти сегодняшние страхи перед новыми паспортами и еще с биометрическими данными не есть печать антихриста печать не может быть раньше самого антихриста но если ваше понимание как у и у монахов то это ваш выбор упритесь и подержитесь сколько сил хватит но не осуждайте смертным грехе принявших новые паспорта и нн я понимаю точно так же как и отец дмитрий смирнов и у кокосипов алексей ильич и все священное начале московской патриархии полное согласие с ними дальше и не безразличность и я это еще один и очень серьезный шаг последнему шагу принятие в начертании зверя но принятие начертания или образа зверя есть не просто как нам мытницы и при таможне толкушка в паспорте проезд разрешен но именно через сознательное отречение от христа бога истинного это и андрей кисарик аппадокийский говорит и иные святые отцы не знавшие еще ничего про компьютеры и чипа и сейчас они такую неразбериху сеют такой ажиотаж о том чего нет и это не от бога если бы они вышли на благовестие и там говорили то можно было бы и им поверить хотя бы нет единственный за всю их историю раз разговор вести только здесь не по скайпу разговор для полного и горчайшего раскаяния православных за упущенное за пренебрежение к прямым указаниям христа любящего нас спасителя а ты вот это не прочитал бедя в том беда в том что монахи не вышли на благовестие и через это их упрямство и жестокосердие смертные грехи родился ислам все секты и коммунизм и фашизм это на их совести за и гробовое тысячелетнее молчание посмотрите на переполненные улицы при намазе на полные многотысячные собрания сектантов разно и какие они чистые лицом как ревностно служат свои идеи они все могли быть бы православными если бы монахи не засмолили себе выход к народу и дальше отвечаю матфея 95 и нищие благовествуют лука 8 1 после всего он проходил по городам и селения проповедуя и благовествует царствие божие и с ним 12 лука 9 60 но иисус сказал ему предоставь мертвых погребать своих мертвецов а то иди благовествует царствие божие а тут так не пошли благовествовать а раскапывать могилы режут мертвецов промывает их и сумасшествие просто совершенно даже погребать мертвецов есть уже препятствия для благовестия а о том чтобы раскапывать трупы создавать мощевики расчленять мертвые тела и вкладывать в материю или к дерево частицы тел трупов как будто это даже и на ум христу не приходило что люди поддодумаются до такого слабоумного безумия и языческого кощунства лука 16 16 ну дальше просто покажи называй места писания деяние 8 12 деяние 10 36 деяние 11 20 деяние 13 32 это благовестие деяние 14 15 деяние 15 35 1 петра 4 6 римлянам 10 15 1 коринфянам 9 16 1 коринфянам 9 18 галатам 19 галатам 1 23 андрей михайлов город торонто благодарю вас бог помощь так мы еще даже немножко маленько посмотрим страница будет вот это наш форум любовь котлова город пермь спасибо помоги вам господи всем сердцем желаю юлия королева город муром и в брюках и везде мерзость перед богом снять надеть юбку здравствуйте я посмотрела у вас очень много книг написанных вами а где можно заказать или как-то купить обратитесь я уже сколько раз говорил тут тут же показано ответ почта можно получить почтовые расходы ваши юлия это соответственно а как можно посмотреть весь список книг их стоимость ответ все книги есть в электронном варианте можно читать и скачивать бесплатно юлия спасибо вам большое особенно за ваши труды спасибо вас господи многое благая вам летом вечером посмотрю ваши видео и обязательно поделюсь друзьями ответ как про книги узнали юлия видимо господь помог чисто случайно обнаружила что у нас много общих друзей и таким образом посмотрела чем вы занимаетесь хотелось почитать ваши книги спасибо вам огромное за то что огромное количество людей к вере привели и все таки несмотря ни на что продолжаете мы люди погрязли в своих грехах до такой степени что самого простого понять не можем сами все нужно растолковать и помочь прийти к вере и каждому дам такой дар божий я обязательно сегодня же посмотрю все ваши видео сейчас вот смотрю то видео беседы за трапезой так интересно огромное вам спасибо я бы вас целыми днями слушала спасибо господи вопрос от юлии на которой надо ответ юлия простите пожалуйста что спрашиваю но очень интересно за что вас судили в каком году расскажите подробнее о тюрьме и пребывании в ней это есть книга такая для слова божия нет уз и там все сказано в биографии как судили и как на суде было сергей бугаев спаси христос отче а вы по старым книгам молитесь и восстановили ли на полонный распев нет не остановили не по старым книгам а по русским вот я пишу вышли следующие книги по хорошо покажи симфония цены другие цены другие я уже там скажу потому что за это время когда издавал 18 раз цены поднимались и вот просто покажи и что это за книги ну теперь другие уже спаси христос отче а вы по старым книгам молитесь или все это понятно книги равна спасительная и старая новая что уже высказано не раз соборно а напевок такого не слышал хотя есть разные покрюка морозовская и иное теперь я называю место описание филиппийцам 4.6 псалом 97 стих 5 и иаков 5.13 матфей 6.7 и еремея 29.12 денис лапитан город москва спасибо батюшка ну я не священник что интересно в лагере был везде называют священником я буду я не священник ну батя не говорит папа и врагушки видать ваня логанов город калининград иван и елена у нас в доме не по себе внутри страшно сны ужасные после них прихожь себя очень долго ходим храм исповедуемся причащаемся дальше я просто дам чтобы посмотрели что считать не будем долго он напишет пишет и вот она где дальше ольга марвина город москва здравствуйте игнать и хотела узнать если все будет так как предсказано и те кто не примут новые паспорта на них начнется охота что делать куда идти от этого ужаса но сначала себя закрой грудь что раскрыто так один платочек всякие сережки с первого начни дорога в ад вот она показывает откуда я отвечаю или она то говорит нынешней церкви многие уже не верят они продались потрохами пляшут под дудку запада запада преподносит нынешние события естественными но в священных писаниях черным по белому написано что все это дьявола и те кто примет эти нововведения сатанински отрекается от бога это ее слова дальше я я отвечу так ольга игнатий дайте совет когда начинает читать молитву в этот момент начинается всякая грязь селись в голову дурные мысли обо всем и после прочтения остается темный осадок что делать ответа молитвы найдет и дан ольга да давал спасибо вам большое разрешите еще немного вас отвлечь я ни разу не было на причастие церковь хожу бы не причащалась знаю только что до этого таинства нужно три дня поститься а что делать самой церкви не знаю в интернете слишком туманное объяснение не могли бы вы на простом языке объяснить не причащалась потому что никто не показал и не объяснил и даже не знал что это нужно делать понимать это в церковь ходит человек это отношение священников кто не причащался кто не причащался но объяснить это не знают у них понятие такое что человек спасается кровью христа не о голго перечь идет а именно в чаши то есть все извращено родители церковь не ходили а я по внутренней тяге туда иду посмотрите как нибудь скажите свое мнение спасибо большое дальше что тут вопрос был вопрос в другом что делать как выбраться выбрать отвечаю изменить нужно свое отношение к самому себе и цели своей жизни не куролесить обратись ко христу масса места писания матфея 16 24 левитов 19 31 левитов 26 1 пролипоменон 10 13 если не так не будет полного раскаяния то услышишь исайя 47 12 сергей бугаев старообрядец мы не сектанты и критика по фильму было очень полезно заданием заранее благодарен для интереса посылай клип с наонным древнерусским произношением крюковое пение без наонного произношения приводит к ошибкам еще занимается так дальше еще открою страницу елисей дригалин город москва так батюшка гнати благословите я не батюшка иван забелин игнатий тихоныч я пришел к вере не просто так а я видел самого бога иисуса христа до своего рождения когда рождения видел бога вот какие в православии пророки что нас ждет там это уму не вообразить это блаженство которое не передашь словами радость которой мы здесь переживаем в этом временном мире не сравниться с той радостью сто процентов а здесь один процент даже проценты знают вот как и это опровергать никак нельзя что я там не был я никогда в церковь не пришел бы но сейчас я в церкви не работаю я хочу как и вы благовествовать ну остальное вот так вот такому я не помощник там батюшки идите к нему сергей саламатин город москва игнатий а вы принадлежите к мп или если нет то по каким соображениям но не принадлежим и никогда не будем принадлежать это все уже отвечу на собрание десятки раз отвечал ответ на вопрос предыдущий идет мы кп не принадлежим но не отрицаем и благодатных даров наша община была образована сразу под юрисдикцией пциз дело даже не столько конкретно в местном антипископе или священниках лютующих против нас и лгущих беспрерывно все эти последние 30 лет и предыдущие у них там все пропитано ложью связи с мирскими властями с предательством и клеветами и ним невозможно подойти чтобы они не извратили слышно и виденное и когда они спрашивают меня что есть московской патриархии я отвечаю одним словом ложь а если двумя словами всегдашняя ложь а если тремя тотальная и всегдашняя ложь примеры этого засняты у нас роликах и выставлены на моем листике тут же вот моем мире в теме благовестий в разных местах они знают нас даже беседы иногда лютуют по волшу когда узнают что в их районы мы распространяем евангелие они собирают их и жгут евангелие собирают и жгут евангелие она нас натравливает милицию сергианство в живом виде я обо всем написал патриарху кириллу антон морозов домодедово спаси господи посмотрел ваше видео с большим удовольствием пожалуйста женщина один маленько там видит это как все прилично одета платок и он стоит молодой человек ну картинка сергей колосанов с особым интересом смотрю ваши видеобеседы с людьми по скайпу в них всегда видно живую беседу к сожалению вы их так мало выкладываете очень мало интересных бесед или медленный интернет пожалуйста выкладывайте побольше спасибо медленный медленный но вчера мы выставили 8 роликов за день и еще два стихотворения вечером выставляю 10 10 роликов за один день это немало ответ на предыдущий вопрос не совсем нравится такая открытость некоторые боятся не всем нравится такая открытость вчера у нас один был не наш снимаем а он вот так вот стоит вот закрылся и через пальцы смотрит ну раз он так делать меня еще больше заинтересовало я его несколько раз снял как надо как кресту то подходит он забылся тут и чакнули его а почему до меня узнали что это к вам приходил патриархия там же со свету сживают вот тебе на то есть лютая ненависть волчатник даже некоторые боятся даже фотоаппарата приходится уговаривать уже после того как выставлено примеры нужны а они рядом и мы их находим были подобные и и и они могли сказать премудрец соломона 8 12 когда я буду молчать они будут ожидать и когда начну говорить будут внимать и когда продлил беседу положит руку на уста свои да вот почему я так часто цитирую слова святой библии положу руку на уста свои молитесь чтобы беседы наши были целительны и воспоминами пред богом и в будущем серахов 10 10 рассуждение твое да будет с разумными и всякая беседа твоя в законе вышнем а как сераха 28 7 прежде беседы не хвали человека ибо она есть испытание людей сераха 28 11 беседа благочестивого всегда мудрость а безумно изменяется как луна вчера был другом все и сейчас все по боку ничего нет нету измена трусость и обман это климо патриархийная сераха 28 13 беседа глупых отвратительно и смех их в забаве грехом сергей соломатин очень такую катакомбнике последователи патриарха тихона да да мы последователь патриарха тихон и катакомбники называют нас то какие катакомбники когда в интернете сидим нас всегда так считали мы не катакомбники у нас живое общение с миром и проповедь повсеместная даже наоборот нас упрекают некие иногда слишком большой открытости евангелие от иоанна 1715 не молю чтобы ты взял их из мира ну там возьми это бери скорее упадет да вот это вот положи вот она туда лезет и зачем лезть не понятно дальше 1 коринфянам 5 10 впрочем не вообще с блудниками мира сего или лихаимцами или хищниками или идолослужителями ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего патриарх тихон есть истинный исповедник а не просто святой сергей саламатин не ваша община чем-то импонирует очень как и вы сами конечно в итоге мы все христиане и наша любовь к ближнему не должна быть выборочной хотя я раньше думал на несколько иначе что ближние это не всякий а только могут и будут нужна моя помощь мы все на этом чатка еще раз покажу наши ресурсы это вот мой лист сюда заходите игнатий лапкин я один во всех контактах везде под этой фамилии и имени просто нету больше никого ну где я в шапке вот пока говорили тут кто-то уже зашел надо посмотреть кто такой вот этот кто это артур ну понятно что он пишет здравствуйте если вы сейчас не за это могу ли позвонить позвонить не вопрос просто мучит вот сейчас маленько по сейчас пока я заканчиваю прям сразу на него вы видите с утра люди приходят узнают дальше вот наш православный видеоканал тут более четырех тысяч наших роликов и вот тут все выставлено пожалуйста вот вчера же не выставлено как есть но это мы уже посмотрели вот сейчас мы увидели наш вот это во свете библии вот допустим православный форум сейчас нажал только вот я нажал смотри как вот выходит главная страница заходите здесь регистрируйтесь и вот перейти на форум после этого нажал а тут правило на форуме не нарушаете вот здесь вот написано правило вот она правило форума а здесь что именно по темам разбито что у нас здесь есть и когда сюда зайдете вот новое сообщение на них нажмите вот новое сообщение нажали и вот вопросы о а ты что-то нужно ли что-то от эту книгу советую всем ну-ка давай кто тут роман демидов ну-ка кто-то что-то зашел кто там делу рублева наталья вот она сказала советую маленько какие-то подробности прошу когда заходите обязательно что была фотография на форуме и не просто профиль куда-то чтобы глаза было видно без темных очков ну правило какие есть свои фамилии и имя никаких знаков нету но кому отвечать то и зачем соблазнять человека этим фамилия и имя биографию дайте свою когда в мэлру заходите чего боитесь то трусость и корысть это главная беда православной церкви подряд там же написано господи помилуй и благослови нас на сегодня все до следующей встречи завтра